всем привет друзья если нечем платить за кредиты приставы с коллекторами не дают вам покоя предлагаю воспользоваться помощью моих друзей и партнеров федеральной компании не быть должником компания не быть должником уже более 13 лет занимается списанием долгов по всей россии правила вторую в истории россии процедуру банкротства физического лица успешно завершило более трех тысяч 500 дел по рф и списала более полумиллиарда долгов и кредитов компания не быть должником берет в работу в том числе и сложные ситуации сохранение дохода при банкротстве сохранение имущества сохранение ипотеки при банкротстве в любом случае с ними вы найдете вариант решения вашей ситуации ребята только начали вести канал на youtube прошу поддержать их подпиской обращайтесь рекомендую ссылки и контакты в описании к этому видео при обращении упомяните кодовую фразу я от вальдемара и получите скидку в размере 5 тысяч рублей а я думаю по телефону зона поступают я не называю мобильным номером анатолий пожалуйста размер груди и цвет нижнего белья который на тебе сегодня вы сейчас настолько настроены что не сможете назвать свою дату рождения ты сейчас настолько настроена что не можешь вспомнить какие трусы на тебе сегодня цвета сейчас на данный момент тимбис баирович вам нужно понять звонки не просто так хорошо что мы сейчас на данный момент пытаемся с вами связаться и помочь вам решить вашу ситуацию поэтому с вашей стороны было бы правильную позицию выбрать ответственного человека который действительно заинтересован в решении вашего вопроса поэтому мне не интересно что мы не замечали то что вы говорили вам понравится наше предложение цвету рождения назовите пожалуйста цвет трусов назови пожалуйста вы действительно думаете что таким образом у вас все разрешится да мне нет никаких не тяжело мне как бы это самое все равно как вы считаете я считаю обычно умею на данный калькуляторе понятно кредитным обязательствам соответственно вы прекрасно понимаете почему и вы сейчас конечно стрессе глубоком конечно глубоким конечно глубочайшим поэтому на данный момент понятно что для банка это соответствующий стал что сдаемщик не готовы решать мне вообще править у меня нет никаких вопросов к вашему банку я не знаю что надо решить тем более тем более таким более а я вам могу сказать однозначно что не просто так мне вообще на старать звонят не просто так или не просто так рано или поздно в любом случае вы же столкнетесь с вопросом этим обзорно и каждый раз в любом случае у вас будут уточнять свою дату рождения меня в любом случае я буду поцелать нахуй и спрашивать размер или цвет трусов и размер другие вот как только скажешь тогда буду говорить у вас есть опасения по поводу того что звонит мне какая-то лошадь ёбаная с мобильного номера сейчас на данный момент и что-то с меня спрашивает дату рождения там еще какие-то данные на каком основании ты спрашиваешь у меня эти информации во-первых все таки я предлагаю мне вообще плевать что ты предлагаешь неизвестный мошенник мобильного номера мошеннице ну а кто ж ты с мобильного номера звонит мои персональные данные ты что ты ебнулась что ли совсем я понять не могу а вот первый раз слышите и сталкиваетесь какую мошенницу как ты первый раз слышу туда обычно другие мошенники звонят так и на данный момент по поводу даты рождения то есть у вас есть опасения сейчас по поводу размера груди и цвета трусов тебя есть опасения то есть ты мне презистот и мне подострвишь в непонятную тому да это не понимаю вы действительно думаете что павector действительно думаем чтоповторный вопрос по размеру своей груди и цвета трусов это некорректно да я правильно понимаю не думаю чтобы потерять и возможность банка последующим все таки большой вопрос решить в пользу вашу. Мне вообще настолько насрать, какой вопрос, которых у меня вопросов нет, я потеряю вопрос, может, решить, что вообще плевать абсолютно. Ну что ж, а в общих чертах ваша позиция мне понятна, Чингис Баирович. Конечно, вы можете строить диалог с инкредитором, как вам заблагородствую. Я очень рад, что ты поменялась и очень хорошего, наверное, попрощаться. Какой принесет результат это, Чингис Баирович? Подумайте на досуге. Всего хорошего, до свидания. Здравствуйте. 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 Вы Александра Константиновна, кем вам приходится? Кем-то приходится. А вы из прокуратуры? Компания Кококов. Прочине Паузбербанк. Князь Вильголеговна, разговоры записывается. Как могу к вам обращаться? Можешь обобщаться ко мне, мой господин, если ты не из прокуратуры? Ну, во-первых, общаетесь на вы. Это во-первых. Во-вторых, по паспорту. Как ваше имя? Мой по паспорту это имя, а господин это вы. До свидания. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Профессиональная коллективная организация Веденец инспектора Снольской, Елена Владимировна. Вы, ой, прошу прощения, Ольга Дмитриевна вырежу. Ольга Дмитриевна, я, два, три, вообще, разморозного переела на морозе. Не смешно. Ну, у тебя нет просто чувства юмора, просто такая незамечательная, ничего не замечаешь. Мужчина, проблемы у вас или что? Не понимаю. У меня все хорошо, спасибо, что беспокоишься. Понятно. Принимайте далее звонки. Принимай далее звонки. Номер телефона наш. Мне неинтересен твой номер телефона, можешь принимать защику дальше. Нормально. У меня нормально, спасибо, что беспокоишься. Оу. Оу. Ты кончаешь там, что ли? Ну, давай, это не мне, мне неинтересно это. Алло. Алло. Здравствуйте, Чингис Баирович. Он сам, Чингис Баирович перед вами. Баирович. Мне тоже очень нравится. Нашунская, ваш персональный менеджер, что вы говорите? Что вы хотите? Я говорю, мне тоже очень нравится, что хорошо. Записывается разговор, управление дистанционного возыскания, ваш персональный менеджер, кредитинспектор, управление дистанционного возыскания. Прекрасно. Что же вы хотите? Я не вызываю мобильным номерам свои персональные данные. Скажу, дата рождения. А у вас опасения есть, да? Ну, конечно, вы же мошенница какая-то. Сейчас будете мне говорить, что это чин-пинг-пинг. Вот какой-нибудь называть откатчик. Сразу же понятно. Нет, не нужно. А почему вам не нужно? Потому что я же не в машине. А, чем докажете? Нет, вам информация, информация. Чингис Байлович, скажите, пожалуйста, вы заинтересованы в том, чтобы все-таки получить информацию? Она действительно важна. Я нет, не заинтересован абсолютно. То есть, как бы, зачем? Не знаю. Позвонить. Скучно вам, наверное. А скажите, пожалуйста, если вы узнали, что вы разговариваете с сотрудником банка, вы бы предоставили, да? Ну, я с 8800, если бы позвонили, вы, наверное, можете предоставил бы, конечно, да. Все может быть, не исключено. Дело в том, что я ваш индивидуальный менеджер, и, соответственно... Ну, я очень рад. А я королева английская, Елизавета вторая. Ну, ваш юмор, наверное... Ну, какой здесь юмор? Это серьезнейший вопрос. Вы разговариваете с английской королевой, разговариваете с сидя. Ну, что такое? Как можно? Вам бы в Каменте Клаб, наверное, было бы... Ну, что, я Армян ТВ не люблю. Зачем они этим называют Армян ТВ? Ну, сейчас это совершенно... Сейчас совершенно все-таки... Совершенно все-таки, да, определенно может быть. Да-да-да, я понял. Спасибо за помощь. Я очень рад. Ну, вы же не грамотные, вы между метями разговариваете. А вам предложение сложить не можете. У вас русский язык неродной, да, я так понимаю? Так, И... Ну, какой алфавит? Это правило про описание буквы Ж, Ж, Ш, И... То есть, вы всегда так ведете беседу, да? Ну, я не знаю, с неизвестными мошенницами с мобильного номера, я всегда именно так веду беседу. Да-да-да, вы правы совершенно. Ну, ваш... Это вполне сейчас предсказуемое. Ну, конечно, естественно. Мне так же сказали, что у меня звонили, что у меня сын в аварию попал, а ему вот всего 9 лет, поэтому я вот думаю, как он в 9 лет права получил? Вот полчаса назад звонили. Сейчас речь идет о ваших ездных обязательствах. А, к эти обязательствам? Ну, я положил на эти кредитные обязательства большой московый половой орган. Я рекомендую вам максимально ответственно отнести... Максимально ответственно положил на них большой московый половой орган, вы совершенно правы. А как вы считаете? Я обычно умею, считаю, но иногда на калькуляторе, да. Ваши сейчас комментарии... Комментарии повлияют на решение ваших ездных? Я не знаю, как они влияют или не влияют. Я просто вы говорите, как я считаю, я говорю, что я считаю, обычно не умею. Иногда на калькуляторе. Я могу вам сказать однозначно, что для банка это определенный сигнал, потому что заемщик... Определенный сигнал, да, я понял. Я готова рассматривать дальнейшее взаимодействие и урегулирование вопроса. Если вы все-таки измените свое решение, я вам... Может быть, не исключено, конечно, я все-таки, может быть, изменю. Я надеюсь, что вы это сделаете, я буду правильным вашим решением. Ну, откуда вы знаете, что правильно, а что нет? Ну, как вы можете так утверждать? Все в этом мире относительно, как сказал Великим Чуменштейн. Учитывая то, что я вижу перед глазами у себя, я могу вам с полной уверенностью сказать, это будет правильным решением. Слушайте, мне неинтересно, что вы видите перед глазами у себя, может быть, вы там не с чем-то непристойным занимаетесь. Избавьте меня, пожалуйста, от этих подробностей. Сейчас речь идет, не смогу вас избавить, Чингис Баирович, если вы перезвоните на номер правой... Я не собираюсь этого делать, меня же не беспокоит эта информация абсолютно. А вы что, не собираетесь с банком решать? Ну, конечно же, нет, ну вы что, я что, с ним вопросы какие-то надо? И у меня что, вопросы к нему какие-то есть? Вы не заинтересованы, да? Я не знаю, ну вы же пока не говорите... В взаимодействии с банком Азиации Тихоокеана. А я вас что, не взаимодействую с вами? А вы не взаимодействуете? Я что, я не знаю, я вас как-то обозвал, кочергой горбатый, жопой верблюжей. Нет, вроде, я с вами на вы разговариваю, в уважительном тоне. Это у вас всегда такое вообще не происходит? Ну, нет, не всегда, но иногда бывает такое, да. У вас есть стрессовые ситуации, я могу предполагать так, да? У вас стрессовые ситуации, и вам... Ну, конечно, я же, может, так боюсь, у вас такая страшная, чем-то на экране, поэтому, конечно, у меня в колене, то есть... Я просто, может, здесь забеспокоилась. Да, естественно, вы такая страшная бабушка позвонила, естественно. Ну, что, тогда вам, я вас поняла, к сожалению, на данный момент... Бабушка ясен хуй позвонила, да, я так понимаю, раз ты поняла меня, что у вас... Мне не интересен этот номер телефона. Так я же сказал, что он мне не интересен, зачем ты меня его диктуешь? Сразу видно, что ты бабушка не ясен хуй. Еще раз, еще раз, еще раз, еще много, много. Звонок поступает Александре Константиновне, она знакома вам? Очень может быть, а от кого поступает звонок? Это организация ОПКО КФС, Степан Вакстанович. Я, я тут будем прокуратуру, какой-нибудь отдел, так сразу, знакома, не знакома. Этот номер был оставлен, как ее лично. Твой номер был оставлен, как лучшая посетитель Москвы вчера, приедешь сегодня в сауну, мы собираемся вечером. И не в тебе, что ли, мужчина? Ко мне, что ли, да? Слушайте, вы в адекватное состояние вернитесь, а я вам чуть позже перезвоню. Я не могу, я просто стоял, вы хотите попьянение, я не могу сейчас вернуться. Давайте, давайте, до свидания. Алло, Сергей Дадович, здравствуйте. Слушаю вас, кто вы? Узывок поступил с ингрекредитной компанией платить за точек орунку, что с ограниченной ответственностью оповещаю, что ведется запись диалога. Меня зовут Бондарева, Наталья Ильна. Когда не зафиксировано на решение слоя договора с вашей стороны, я веду в курс дела, 15 дней находитесь на опросе отчетной задолженности. Сумма требований оплаты просроченного долга 19443 рубля 30 копеек. Основной долг 15000, нечисленные проценты за пользование займом 4320 рублей, неустойка 123 рубля 30 копеек. Критория выставляет требования на основании статьи 307 ГКРФ, долг погасить сегодня поступает оплата? Нет, конечно. А с чем не поступает? С чем-то. С чем-то. Какая причина? Не с чем-то, мы теперь уже можно. Слушайте. Так, Сергей Довардович, я отточняю, какая причина, чтобы компания посвященными договорами, а у нас, если мы не будем переходить на «ты», на «ты» мы не будем переходить. Мы никуда не будем переходить, не ехать далеко до тебя. Сергей Довардович, разговаривайте корректно. Уточните причину, к которой вы находитесь. Не разговаривайте на «ты», я с вами разговариваю на «вы». Можете разговаривать, я тебе разрешаю. Да, 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 я разрешаю тебе. Уточните причину, по которой вы допустили... Я сейчас сказал какая-то, ты мне запитала, да, я так понимаю? Вы не указали причину. Я сказал какая-то. Пункт 10-3 договора займа, вы обязаны... Какая-то причина, вы как она подключена за должность. Я вас слушаю, Сергей Довардович. Слушай, конечно, правильно делай, что слушаешь. Когда ты еще поговоришь с умным человеком. Уточните причину, по которой вы... Вы уточняете глушенькое или тупенькое, я понять не могу. Вы научитесь разговаривать корректно перед этим... Да, я возьму... Здравствуйте, я Ниная Ильгар-Кызы, я с вами разговариваю. Здравствуйте, Фёкла Петровна, Зередорищенко, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Жукова Елена Викторовна, организация ОКО КО КФ, отдел деседневного регулирования. Я вам звоню по поручению по ОМТС-банку, наш разговор записывается. Отлично. Ниная Ильгар-Кызы указала ваш номер телефона, как дополнительный контакт для связи. Ужас, как она могла? Безобразие какое-то. Не говорите. Ну, скажите, пожалуйста, вы, может быть, эту сим-карту недавно приобрели? Она могла... Я не знаю, может, и недавно, а может, и давно. Ну, что, приблизительно, повреднее. Приблизительно, я не знаю, не помню. Я пьяный был, мне эту карту, эту самую, да, вручили. Вместе с покупкой водки в красном-белом. Даже так? Я не знала, что с водкой сим-карта... Да, да, но алкаша какого-то денег не хватало, мне телефон его продали. ЗВОНОК В ДВЕРЬ На диалог не настроен, а мы перезвоним? Он приедет, настрой меня на диалог. Ты что, не можешь хоть что-то сделать в этой жизни? Ты сдохла, что ли? Ну, покойся с миром. Алё. Здравствуйте, это компания Веритус Бренд. Я заём. Меня зовут Валентина, диалог записывает. Юля, Юля Александровна, могу услышать? Нет. Она оставила этот номер как контактный. Повторите, а когда мы можем с ней связаться? Ну, когда-то, может, и наверно. Хорошо, позже перезвоним. Сложет подойти к телефону Юлии Александровны? Я не знаю, может, и сможет. Номер телефона вам принадлежит или Юлия Александровна? Там это принадлежит, да, он либо мне, либо Юлию Александровне. Хорошо, а мы тогда позже перезвоним, чтобы связаться с Юлией Александровной. Передайте информацию, чтобы перезвонил в эту компанию, где даём? Это полная, сколько, да, если бы это стоит. Если будет такая возможность. Всего доброго. Да, 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 пока. Здравствуйте. 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 Счем какая кнопка «Деньги» Евгений 8924 ведёт? Сознает ещё Елену Александровну пригласить, пожалуйста. Интересная у вас фамилия, Евгений 8924. Мой внутренний номер. Гречице, наверное, как-то. Елену Александровну пригласить, пожалуйста. Ты что видишь, ты хуй столом прищемил? Аккуратнее сиди, не ёрзай. Это вы так пошутили? Ну, конечно, ты видишь, как ты её пригласил? У меня что? Пригласил её к телефону, а зачем? Я могу её на танец пригласить. Ты не хочешь её пригласить на танец? Значит, передавайте ей, чтобы она связала. Это платная, сколько? 5 тысяч рублей стоит. Отправляй на телефон. Значит, она пусть вам и платит. Да, вы закидываете 5 тысяч. Алло, здравствуйте. Глава Тольбанка. Меня зовут Алина. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич. Нас глава официруется. Игорь Николаевич. Он самый, слушаю вас. 9 мая 1959 года. Раздвиняйся, верно? Так точно. Звонок вам поступает по вашей задолженности. А я думал по телефону. По кредитной карте. Сама долга. Звонок поступает вам по вашей задолженности. По кредитной карте и по кредитной карте. А я думал, поступает по моему долгу. На сегодняшний день сумма долга по кредитной карте 51 112 рублей 49 копеек. Из них основной долг 24 976,96. Проценты 22 779 50 и неустойка 3 356 и 23 копеек. Долг по потребительскому кредиту 3 36 419 рублей 5 копеек. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста. Игорь Николаевич, скажите, пожалуйста. Коррестный разговор у нас будет с вами? А кто некорректного? Я сейчас с жопой вернусь на 2 или 4 целлюлитной. На выборки обращаюсь. Конечно, с таким зоном мы с вами не будем разговаривать. С таким пасхиным образом. Игорь Николаевич, добрый день, здравствуйте. Слушайте. Один, пожалуйста, женский голос удалось услышать. Я сейчас объясню, почему позвонили. Секунду буквально. У меня зовут Берез, Владимир Вячеславович. Секунду буквально. Подождите, пожалуйста, мне необходимо информацию расточнить одну. Меня зовут Березкин Алексей Вячеславович. ФК, ЛАИНЗА, МДС, записи разговора. Телефон, на самом деле, был, как возможно, контактный Юлия Александровна, и поэтому и вам позвонили. Подождите, пожалуйста, может быть, девушка, такая знакомая вам, могли бы просьба передать? Может быть, что и знакомая, да, очень может быть. Не исключено. А могли бы просьбы передать по возможности? Ну, 5000 рублей, ты мог бы передать мне на телефон? Нет. Ну, значит, я вас помню. Добрый день, Юлия Александровна. Конечно. Здравствуйте. Услышать можно, Юлия Александровна? Нет, нельзя. Вы кто? Это компания «Веритес». Меня зовут Алтанкова Наталья Вячеславович. Две недели уже запоет. Олег, с отдела обслуживания. Работаем под брендом «ЕЗАЁМ». Диалоги записываются. Номер телефона ей принадлежит? Ей номер телефона принадлежит сотовому оператору, как все номера Российской Федерации. Договор оформлен сотовым оператором на Юлию Александровну? Договор на кого-то оформлен, да, на какого-то человека. Проведите расслеживание. Я не могу за вас вашу работу бесплатно делать. Вы можете на вас ответить? Номер Юлии Александровны? Я ответил тебе, что ты глухенькая или тупенькая с первого раза? Не понимаешь? Нет, я отвечал, Алина, ты ему не переходили. Я ответил тебе, да. Мы никуда с тобой не переходили, мы по телефону разговариваем. Ты, видимо, тупая, не заметила. Я так понимаю, на конструктивный диалог мы не настроены. Тупиктивный диалог критерий, будь любезна. Первое, второе, третье. Алло, алло. Здравствуйте, меня зовут Малыхина. Алло. Меня зовут Малыхина Елена Ивановна, отдел взыскания Банка Тиньков. Вам знакома, Александра Артуровна? Знакома. А вам она зачем? Сейчас выяснем, кем вы ей приходите? У вас нет полномочий это выяснять. Вы же не из прокуратуры. А мне необходимо понимать, с кем я сейчас веду диалог? Ну, с кем я необходимо понимать, конечно, я же тебе могу запрещать. Счет Александры Артуровны в нашем банке. Информация является достаточно конфиденциальной. Отслову я письмом, тогда заказанным с уведомлением. Все, вручение получит лично она. Как я могу к вам обращаться? Ко мне мой господин, по традиции. Дело в том, что Александра Артуровна имеет неурегулированный вопрос с нашим банком. Она вам говорила о каких-либо финансовых случаях? Ну, конечно же нет. Зачем мне ее вопрос с вашим, прости господи, банком? А когда вы в последний раз общались? С утра занимаюсь, не могу сказать, чем занимались ребенок рядом. Вам известно ее взаимоотношения с банком Тинькофф? Не, мне неинтересны ее взаимоотношения с банком Тинькофф. А вы знаете, по какому номеру телефона? По какой-нибудь, по сотову вы можете доступны, один призначный. Да, да, да. Это 5 тысяч рублей стоит продиктовать номер. Закидывайте на телефон. Мы внесем данные в систему и проверим. Вы внесите, да, 5 тысяч, внесите мне, потом вынесете данные в систему. А может быть, знаете дополнительный мобильный номер? Может быть, и знаю, но это стоит 6 тысяч рублей. Или номер кого-то из близких. Номер кого-то из близких стоит 7 тысяч рублей. Вам какую услугу вы хотите заказать? Да, бесплатно. Бесплатно ничего у нас. Бесплатно только кошки родят. Поняла. В дальнейшем при необходимости мы свяжемся с вами по этому номеру. Привязывайтесь, конечно. Будете еще раз туда же посланы или заплатите за услугу. Это уж как вам удобно. Спасибо. Будьте здоровы. Всего хорошего. Если Александра Артуровна выйдет на связь с вами... Если бы ДКБ вырос привозку грибы, да, обязательно передам. Но это стоит 8 тысяч рублей. Созвонили из банка Тинькофф. Я заинтересовала, что с вами как можно скорее... Как можно скорее стоит 9 тысяч рублей. Когда можно вам перезвонить в следующий раз и узнать, что... Ну, не знаю. Мне все равно, как деньги закинете, так можете перезвонить. Хорошо. Спасибо вам за уделенное время. Ало, здравствуйте. Ало, привет. Ты кто? Совкомбанк. Меня зовут Кузьмитова. Я на Александра Артеменко Светлана Андреевна. Знакомый вам такой человек? Чем докажешь? Вы можете ответить на мой вопрос? Ты можешь ответить на мой вопрос? Чем докажешь, что ты Совкомбанк? Я вам первая заняла... А, меня первая заметила, да. Сама ты воля вредина. Светлана Андреевна, владелец данного номера телефона. А, кто ты знаешь? Может, я владелец данного номера. Давно вы пользуетесь этим номером телефона? Ну, может, давно. Может, недавно. Хорошо. Вы знаете этого человека, Светлана Андреевна? А у тебя какие полномочия задавать такие вопросы? По какому уголовному делу ты меня запрашиваешь? Будь любезна. Точни, пожалуйста. Номер дела? Доследственная проверка или что? Я звоню тебе в человеку, Светлане Андреевне. Вы не готовы отвечать на вопрос? Ты можешь в полукол позвонить? Я тебе не... Здравствуйте. Саша. Здравствуйте. Это Пау МФКЗМИХ. Досудебное отдел. Меня зовут Светлана Викторовна. Индивидуальный код 163. Котковор записывается. Сергей Эдуардович, вы меня слушаете? Слушаю вас, да. Сергей Эдуардович, безусловно, вас слушает. Очень внимательно. У вас 78 дней задолженность перед нашей компанией, которая состоит из основного долга процентов и пенни. У нас сумма 48241 рубка 66 копеек. Как все-таки намерены регулировать данный вопрос? А как его нужно отрегулировать? Подскажите, пожалуйста, потому что у меня регулятор сломал. Сергей Эдуардович, давайте посерьезнее. А как ты? Ну, дата по возврату. Напомните, когда у вас была? Не знаю. Мне плевать, когда она была. Ну, я вам напомню. Потому что для компании это очень важно. Так а для меня же это не важно. Зачем мне напоминать? Сергей Эдуардович, вы знаете, если бы для вас было не важно, вы бы в принципе к нам в компанию 11 раз не обращались. Да вы что? У меня пьяный, наверное, был. Я в запое, наверное, был эти разы, когда обращался. Сергей Эдуардович, вы не хотите сохранить хорошее отношение с компанией? Я правильно понимаю? Так вы не хотите какой-то мобильный номер. Я не знаю, зачем сохранять с ним с мобильным номером хорошее отношение. Ну, давайте поставим по-другому. Вы сейчас заходите в личный кабинет займя. Нет, у меня в личном планете сейчас два Узбека ремонт делают. Золотые унитазы крепят и ёршик из-за этого 20 пудина. Нет, да, да. К сожалению, там не поместится. Золотые унитазы крепят и ёршик из-за этого 20 пудина. Подскажите, вам знакома Виктория Александровна? Очень может быть, не исключено. А данным номером телефона вы пользуетесь или это её номер? Данный номером телефона пользуюсь я или Виктория Александровна? Данный звонок поступил Виктория Александровна. Она данный номер телефона указала как свой личный. Вчера твой номер был указан как лучшие проститутки Бирюлёва. Ты подъедешь сегодня вечером в саун? Зачем вы губите сразу? Я ещё не начинал тебя губить. Я же говорю, вчера на заборе номер твой был указан, вот этот, у которого ты звонишь. Я правильно понимаю, что Виктория Александровна вам не знакома? Я не знаю, как ты понимаешь, это к вопросу твоему психиатру. Как ты понимаешь? Я вижу, вы не настроены на диалог. Алло. Здравствуйте, слушайте, хорошо меня? Что хочешь ты? Алина Алексеевна, пригласите телефон, пожалуйста. Не, не приглашу. Почему? Я не помню, кто ты? Давайте представим, что звонок поступает с ООО МК Кадо Получкина. До судебного отдела меня зовут Александр Александрович. Дальний код 151, разговор наш записывается. Сейчас пригласите, пожалуйста. Не, не приглашу, она уже получила деньги до получки, ей уже не интересен ты. Значит, передать информацию, что она самостоятельно... 5 тысяч рублей стоит, конечно, кидаем телефон, обязательно передам. То есть формацию не передадите, верно? Платно нет, 5 тысяч оттекинешь и передам обязательно. Да не оставайтесь, я в стороне. Ну всё, нахуй пошёл тогда, ёбаный козёл. Больше слов не станете? Слов нет, не знаю. Что за негатив-то? Давай, козлины, иди отсюда. Будь здоров. Ну нет, никуда не пойду. Не пойдёшь, да? Ну хорошо, открывай. Здравствуйте. Представлюсь, зовут меня Андрей, код 8860. Звонок поступил из микрокредитной компании, кнопка «Деньги», разговор записывается. Какая у вас табуретская фамилия Андрея? 8860, греческая, наверное? Это не фамилия, это мой индивидуальный идентификационный код. А, да, я так понимаю, ваш, на табуретках, на стулах, на унитазах такой написан, я видел, да-да-да, ага. Код, говорю, индивидуальный. Ну да, такой инвентарный номер на табуретках написан. Юлию Александрову телефон можно пригласить? Нет, конечно, она не хочет с табуреткой разговаривать. А почему? Потому что не хочет, не имеет такого желания. А вы кто такой, что отвечаете на её номер телефона? А мне так захотелось, а тот, кто ответить захотелось на её мобильный телефон. Ну, раз штуку подняли, Юлия Александровна сообщает, чтобы она всё же в нашей компании... Что ж, табуретка, это 5 тысяч рублей стоит, отставай табуретка 5 тысяч рублей. Я не говорил, не перебивайте меня. Я не так перебиваю, это табуретка. Значит, запоминайте и слушайте. Мне не интересно, не запоминайте, что же вопрос. Это в её же интересах. У неё нет таких интересов, дорогая табуретка. В нашей компании кнопка денег. Алло. А здравствуйте, Татьяна Михайловна, можно услышать? Я смотрю, кто ты. Ну, мы на ты пока не переходили. Я с тобой никуда, я ещё не переходил по телефону, разговариваю, ты не заметил, да? Татьяна Михайловна мне нужна. Мне Жаклин Кеннеди нужна, жена 35-го президента США. Соедини, пожалуйста, меня с ней. Я же не понимаю, ваше чувство юмора, но мне нужна Татьяна. Мне плевать, кто тебе нужен, кто ты, крыса, представляешься? Или идёшь на три московских буквы? Здравствуйте. Что? Александру Константиновну, пригласите, пожалуйста, к телефону. Не, не приглашу, она уже приглашена. Танцует уже. Уже приглашу. Там поступает звонок с ОБКУК, меня зовут Бугреева Ивана Фёдоровна. Удомляю вас о запись телефонного разговора. Звоню вам по поручению Павла Сбербанка. Пригласите, пожалуйста, Александру Константиновну в телефон. Нет, она не хочет быть приглашена, она уже танцует с Германом Оскаровичем Греком. А вас как зовут? Меня не зовут, я сам прихожу в ночных кошмарах. А вы кем приходите? Я кем-то, Александр, да. Я прихожу с кем-то в ночных кошмарах. Вы не приглашу, она с нами, не приглашусь, я вас прибавал по очень важным вопросам. Нет, ей абсолютно не важно. Она всегда танцует с Германом Оскаровичем Греком, танго, белого мотылька. Я понимаю, что эта фантазия очень бурная. Давайте отвечу на вопросы. Данный номер телефона была... А кто меня заставит ответить на вопросы? Ответить на вопросы стоит 5000 рублей, кидаем телефон. Что? Это вы там сами с собой разговариваете? Я, да, ты пустой, я там с собой разговариваю, конечно. Да, сами с собой, хорошо. Как наговорить, сами с собой мы вам перезвоним. Ну, конечно, поговорю с таким умным человеком, как еще с сам собой. С кем еще поговоришь с умным таким человеком, потрясающим, замечательным, генеральным. Я же сам с тобой разговариваю, зачем мне отвечать на твои вопросы? Очень важный вопрос. Очень важный вопрос, и совершенно не важный, и не интересен. Можешь его себя оставить. Александр Константинов, вы будете так разговаривать? С тобой, с тобой, псины, я так буду разговаривать, да. Что? Я глухим два раза обеднюю не служу, глухим псином друг другу. У вас связь пропадает. У тебя обманские пропадают, я понимаю, это бывает такое. Александра Константиновна разговариваете, как договорить? Алло, здравствуйте. Алло, привет. Здравствуйте. Привет. Александра Константиновна, по поводу нее звонок, знаете ее? Может быть, ты что, глупо не вяжешь, пьяная, что ли? Меня зовут Сынокова Татьяна Васильевна, уведомляю запись разговора по КАУКС, звонок поручению по Сбербанку. И что? В чем так себя ведете вызывающе? Как хочу, так и веду. Ты воспиталка, что ли? В угол меня подставишь? Лас, я так понимаю, уже поздно в угол ставить? Ну, поздно, наверное, но надо кожаный прёд как-то трёпать. Возьми подружек и приезжай. Здоравливай. Юлия Александровна, ой, здесь. Федор Петрович, Адрищенко, слушаю вас. Микрокредитная компания «Конго», меня зовут Мещерякова Яна Вячеславовна, идет сайт с разговором. Можете передать Юлию Александровну, чтобы она с компанией «Конго» оказалась? Нет, не могу, это платный, он мне еще за полную 5 тысяч нет даже. Так номер указан как ее основной. Твой номер указан как услышал. Я была уверена, что услышу, если Александровну. Никак не доедешь. Вы можете передать, чтобы она с компанией «Конго» оказалась? Ты можешь не 5 тысяч передать, за полную передачу и за сегодняшнюю, 10 тысяч у тебя. На данный номер звонок поступает впервые. Второй раз поступает, не пиздишь. Вы когда корректно будете разговаривать? Я никогда корректно не буду разговаривать с тобой, пока ты мне 5 тысяч не отдашь. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Сергей Владимировна, я делаю с «Конго» и «Двамский». Я слышу, что Александровна, я говорю с «Конго» и «Конго»? Кем-то приходится? Кем-то. Кем-то? Ну точно, кем она вам приходится? Я же тебе уточнил, что она мне кем-то приходится. Ты глухая или тупая? Ничего, я вам. Мы на тайме переходили. Ты вот одна, там твои блоки вшила по поводу. Вы молчат. Нет, вы? Это уважительное обращение. Я не знаю, я тебя не уважаю, как я могу вообще обращаться уважительно. Вы общепринятых нормах общаетесь? Общепринятых нормах это когда уважают. Сема она вам говорила. Ты просто звонилка с гарнитурой на башке, дешевый китайский изолент. Нет, ты, а вы. Это не дешевая. Изолента, во-первых. Не дешевая. Дорогая китайская изолента, я понял. Наконец-то Тинькофф разорился в дорогую изоленту. Обычные нормальные наушники. И не надо об этом судить. Тем более, вопросы не относятся. Так как вам приходится вытащить ее? Что ты хочешь, обезьяна? Не ты, а вы. Корректно себе ее ведите. Ты вроде одна, там. Я говорю, твои лобковые вши и блоки молчат. Хорошо, мы связаны с позднее. Будьте контакт. Все, давай. Куда ты вернешься сейчас? Здравствуйте, слышно меня? Куда ты сейчас вернешься, я же сказал. Это компания УМКК «Стабильные финансы», онлайн-сервис «Игринмани». Зовут меня Бастан Артем Юрьевич. Уйдется запись разговора. Юлия Александровна, вам знакома? Может быть. Ты куда-то вернешься, и вот когда вернешься, тогда и позвонишь. Я не говорю, что я вернусь. Что ты хочешь? Юлия Александровна, я хотела подбесить. Это невозможно. Подъезжай, она дома находится по адресу регистрации. Я так понимаю, это для адресации? Я не знаю, как ты понимаешь, это психиатр твой вопрос. Понял, до свидания. Здравствуйте, звонок вам поступает из ООО «Альфа-Банк». Меня зовут Умова Анастасия Петровна, специально. Чемкин Баирович, это вы? Он самый, слушаю. Ваш по кредитной карте задолженность 25 дней. 2358 платеж состоит из основного долга, процентов и штрафных санкций. Сегодня готовы вынести оплату? Нет. По какой причине свое время не оплатить? По какой-то. Здесь сумма задолженности, она ежедневно увеличивается. Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, согласно условиям заключенного с вами договора. В соответствии с статьей 33 гражданского кодекса Российской Федерации. Переплачивает свои же денежные средства. Прекрасно. Ну, здесь мы договоренности с вами об оплате не достигла. Бангута нужны продолжательские мероприятия, направленные на обрешение задолженности. Прекрасно. 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 но нужна она тебе, ну ты ебанутая же. Учитесь культуре общения в жизни пригодится. Нет, научи меня культуре общения. Здравствуйте. Здравствуйте, а вы кто? Сибирское коллекторское агентство Березовская Лена Александровна, разговор записывается. Представляем интересы ООО и СОО Леговкина. Татьяна Владимировна, вам знакома? Татьяна Владимировна, возможно, мне и знакома, да? Зачем она вам нужна? То есть вы не уверены в этом? Я не уверен в этом, конечно. В нашей жизни ничем нельзя быть уверены. Вы знаете, давайте с философией вы когда разберетесь, тогда... Как я с философией разобрался, меня же зачем-то призвал ничем, ебаная. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Владимирович Тавыгердам? Он самый, да, слушаю вас. Звонок поступает в компанию WebZime МКК Академическая. Меня зовут Босоногова Диана Абековна, разговор записывается. 24-й день находитесь на просроченном периоде. Самодолго на сегодняшний день. На каком периоде? Первом или втором? А какой счет? Кто ведет? Просроченный период. А, просроченный период, я думаю, вы тоже поставили на что-то. Самодолго на сегодня стоили 19 944 рублей 48 копеек. До 23 мая оплата по займу поступит? Нет, конечно. Радыни по какой причине не производите? Не хочу, потому что нет такого желания. То есть до судебного порядка не намерены решать просто... Ну мне продлевать не надо, у меня и так 12 коробков, но... Это самое. Не знаю, мне бы отрезать немножечко. Жена в ужасе. Что вы имеете, что вы имеете в виду? Ну, жена говорит, ей больно, слишком длинный. Продлевать ничего не хочу. Если до 23 мая оплата не будет, компания вправе... Нет, оплата не будет. ...вступить в право требования по договору... ...может поступать свои права онлайн, да, конечно, хорошо. ...либо же... ...либо же подать исковое заявление в суд. Через суд оплата производителя... ...право исковое, да, я правильно понимаю. Что? Суп, говорю, Хавчев, вкусный был. Соконструктивный диалог, будьте добры, когда... Сразу же, как ты мне скажешь, критерик, врубки на диалог. Первый, второй, третий, что... Алло, здравствуйте. Слушаю. Звонок из внутренней финансовой компании «Вива деньги». Что вы хотите? Меня девушка Кожевникова зовут в детстве задать. Мне нужна Юля Александровна, могу ее услышать? А я здесь причем? Это вам лучше ей этот вопрос обрисовать. Я не знаю, зачем мне этот вопрос обрисовать, потому что она тебе нужна. А ты ебнутая, что ли? А зачем вы мне грубите? Я тебя не грублю. Говоришь, у меня вопрос лучше ей отрисовать, но нужно... Алло, здравствуйте. Тоша. Сергей Эдуардович. Сергей Эдуардович. Звоню я там какаплатиза.ру, меня зовут Томилова Надежда Алексеевна. Диалог записывается. У вас сегодня 20 дней просрочек и общая сумма долга 20 тысяч 84 рубля 40 копеек. 15 тысяч основного долга 4920 процента. 164 рубля 40 копеек у вас в пене. Скажите, когда будете выполнять требования по договору согласно студии 350-й Натальского кодекса? Так никто же меня не требует ничего. В смысле не требует? Никто не требует. Документы не приходили, никаких требований. А в личный кабинет заходите? В личном туалете у меня ремонт. Два узбека ремонт делают. Я третий там не помещусь. В личном кабинете у вас нет суммы для продления? В личном туалете у меня там нет, ремонт там делают. Вы корректно будете вести диалог? А что ж я тебе некорректно? Я тебе что назвал? Сраку целлюлитную или жопу верблюжие? Корректно вести будете? Корректно? Да. Или вы только так и умеете разговаривать? Больше не так. Нет, я с тобой наоборот не разговариваю. Если бы тебя назвал, тебя сраку целлюлитную или жопу верблюжие. Замолчите, пожалуйста. Сумма для продления 4920 сегодня поступит до 19.00. Я не знаю. Ты спроси меня на это самое 19.00. Тогда позвоните. Слушай вас. Добрый день. Здравствуйте, вечер. В компания ООО ПКО Возерем. Принзавор записывается. Меня зовут Ургулиев, Эльвин Захарович. Пожалуйста, с Ольгой Дмитриевной могу побеседовать? Нет. Не понял вопрос. С кем беседуем? С кем ты беседуешь? Это голос в твоей голове? Мне тоже очень нравится. Голос в твоей голове. Можно представить? Представился тебе только что голос в твоей голове? Давайте без шуток. Хотя бы нормально. Ну какие шутки? Это серьезнейший вопрос. Ты что? Ну понятно. Передайте номер телефона. 5 тысяч рублей. Передай голос в твоей голове на номер телефона. Здравствуйте, профессиональная коллекторская организация «Эверест». Инспектор Босинственного взыскания. Талякова Наталья Владимировна. Где-то запись разговора. Скажите, пожалуйста, Ольга Дмитриевна, это вы? Это я. А кто у тебя там разговаривает с ребенком? Не знаю. А вам знакома такая Ольга Дмитриевна? Конечно, это я. По голосу ты слышишь, что это не вы. Ну а хрипло вчера. 500 эскимос ела. Волшебник прилетал в голубом вертолете. Спасибо, до свидания. Иди с Богом. Здравствуйте, Сбербанк России. Меня зовут Марина. Мой индивидуальный ход 2192. Разговор записывается. Александра Артуровна, это вы? Да, это я, конечно. Простите, пожалуйста, ваш голос не было слышно. Вот можете позвать Александру Артуровну? Нет, не могу. Нет, вообще ее. А знаете ее? Может быть. Не исключено. Если знаете, пожалуйста, передайте ей наш номер. А если не знаю, то что? Если не знаете, скажите об этом сразу. Да, мы проверим. А если я не скажу об этом сразу, то что? Ну тогда у вас так и будут беспокоиться. А, ну конечно. Так вы меня не беспокоите. Звоните почаще. Я вас поняла. Тогда если получится, передайте Александре Артуровне наш номер. Нет, не получится. Я бесплатно не работаю. 5 тысяч рублей киньте на телефон. Я тогда передам. Вам всего доброго. До свидания. Да, здравствуйте, Артур. Юлия Александровна, здравствуйте. Да, я слышу. А с этого, Артур, могу слышать? Не знаю, можете слышать. Нет, сейчас слышу. Нет, то блин. Переставайте. Дорога сейчас, а вы же это неправильно. Юлия Александровна, позвать телефон. Не позову. Почему? Потому. Содержательный ответ. Я очень рад, что тебе понравилось. Полезно разговариваюсь. Ну не раз, не раз. Пошел тогда. Поговоримся постараться. Естественно, возглавляют только эти мысли. Ну конечно. Удивились, что друг мне сказали. До свидания. Здравствуйте, Астербанк. Меня зовут Ольга. Индивидуальный номер 9516. Это Игорь Николаевич. Он самый. Слушай. Зонок поступил по потребительскому кредиту и по кредитной карте. Общая сумма долга 389 тысяч 49 рублей. При этом по кредиту оформлена на 2 миллиона. А сумма основной части долга 154 тысяч 440 рублей 51 копейка. Проценты 164 тысячи 363 рубля 64 копейки. Штрафы неустойки 17 тысяч 40 рублей 68 копеек. Проценты на песочный основной долг 1 тысяча 956 рублей 58 копеек. Причем сумма продолжает увеличиваться. По кредитной карте сумма 24 тысячи 976 рублей 76 копеек. Штрафы проценты 22 тысячи 779 рублей 50 копеек. Штрафы неустойки 3591 рубля 11 копеек. Пресс оплаты сейчас как решать? Никак не решаю. Пребывание банка оплаты нести в течение двух дней. Я не видел требования банка. Вы можете решать эти два дня. Пока их в босной форме озвучиваем. А, сколько же тебе деньги из трубочки из гражданицы уже вывезли? Посмотри, на полу валяются. Подними и оплати. А вы общаетесь, введите себя взаимовежливо. Данные зафиксирую по отказу от выполнения требования банка, потому что договоренности, соответственно, нет. Прост с оплатой. Я правильно понимаю, что они готовы решать? Я не знаю, как ты понимаешь, а ты к твоему психиатру вопросов. Мы сейчас к вам обращаемся как клиент, который не выполняет свои обязательства, взятый по условиям договора. И что? Не понимаю, почему вы на личности переходите. Мы говорим, по вашим обязательствам. Здесь нет никакой личности. Здесь личности только ее. Если будет право иметь свое собственное мнение, здесь мы вас не оспариваем. Требования банка... А что мы-то, я не понял. Мы это в каком количестве? ...945 тысяч рублей. Слушайте меня, продолжаем. Если сумма будет выставлена более чем 1 млн 945 тысяч рублей, то взыскание, соответственно, пойдет таким образом, что сейчас предложено будет 43 дней, далее взыскание пойдет через суд. После суда документы могут переходить в службу судебных приставов. В службу судебных приставов правильно кладывать арест как на счета, так и на... Ну, вы читаете, что я по поднялами заявления. 29-й федеральный закон, почитайте, пожалуйста, поинтереснее. Не интересно. По фактическому адресу проживания, в том числе. Не интересно, я вам сообщаю. Ну, не интересно, а ты мне сообщаешь. Ты дура, ебаная, что ли? Я не пойму. Данные я фиксирую. Ну, видите, под запись диалога общаемся. Вы видите себя неконструктивно. Я тебе говорю, мне неинтересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания ЛМЗМ, меня зовут... А что первые два раза трубки бросили? Алло, и сброс. А сейчас поговорить решили. Что это с вами? Что? Я не понимаю, о чем вы. Я представлю... Звонил три раза этот номер дебильный. Алло, и сброс. А тут поговорить решили, что с вами произошло. Я представлюсь. Ты из толчка бежала, что ли? Первые два раза добежать не успела. Я так понимаю, к диалогу не готова вам перед... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. Компания Микоредит, Одесская, Сытина Марина Анатольевна. Ведется запись разговора. Юлия Александровна, буду я услышать? Нет, конечно. Зачем ты ей нужна? У нее вопрос финансовый не решен. Я не интересую этот вопрос. Она клала на него большой москвой половой орган. Вы ей, пожалуйста, передайте, что... Это классная услуга. 5 тысяч рублей стоит. Отправляем телефон. Ну, вы у нее запросите. Так тебе надо передать. Я тебе говорю. Ты глухенькая, наверное, да? Это услуга для тебя стоит. 5 тысяч рублей, чтобы я передал. Груб не нужно. Грубить не нужно. Я еще не начинал тебя грубить. Это номер как личный. Номер телефона поэкз... Твой номер на заборе указан как личный. Лучшие проститутки в переулка Матажный в Нижнем Новгороде. Ты подъедешь, да, сауна? Что хорошего. До свидания. Давай, пусть 5 тысяч ищи не... Здравствуйте. Слушаю. Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович. Это ПКО Мбакина Невнон Сергей. Визуальный код 486. Разговор записан. Это по поводу задолженности. Кого ты хочешь услышать? Вам перед задолженностью у вас. Передико финансовой компании. А, ну задолженностью. Задолженность. Бог с ней. В прошлом году 1 декабря. 157 дней задолженности уже. Ну и что? Сумма 22 931 рубля 80 копеек. Стоит из основного долга и просроченных процентов. Это такая общая сумма. Сегодня, конечно, процент, либо завтра вам необходимо ее погасить. Ну необходимо погасить, я не могу вам запретить. Ваша задолженность. Вы почему не погасите? Ну, то я не знаю. Ваша задолженность. Обеспокоит она только тебя. Поэтому ты и погаси. Она меня абсолютно не беспокоит. Я вас уведомляю. Не беспокоит, а что ты звонишь тогда? Уведомляю, что задолженностью будет... А, ну мне это неинтересно абсолютно. Можешь не уведомлять. Должно быть интересно. Нет, абсолютно неинтересно. Вы не заинтересованы на предложение, да? Нет, конечно. Ссылка вам нужна отличная ко мне? Конечно, нет. Зачем она мне? Уже бывали, что задолженности имеют. Я не собираюсь ее оплачивать. Я же тебе уже ответил. Ты глухой или тупой? Вы понимаете, что компания в ближайшее время тоже, возможно, может передать дело в суд? Ну, так давно пора передать дело в суд, конечно. Вы тоже повлечете дополнительное расходы. Уважение Морисов на славе 29-го федерального закона. Обеспокоит. Ты что? То есть только через суд готовы данный вопрос решать? Я вообще никак не готов ее данный вопрос решать. У меня нет вопросов никаких. По дальнейшему по данному номеру, да, можно будет связаться? По какому-то можно с номером связаться, да, конечно. На адрес проживания прежней, город Волгоград. Да, ты подъехать хочешь? Поедешь, пивка захвати. Пивка, гамбургеры, мраморные говядины и картошечки. Ну, зачем мне к вам приезжать? Ну, я не знаю, ты зачем спрашиваешь? Алло, здравствуйте. Слушаю. Я специалист компании ОПГО Эксперт-центр. Меня зовут, конечно, Диана Алексеевна. Идет задательный разговор. Могу услышать Юлию Александровну? Нет, конечно. Мы на ее номер звоним, скажите, о чем она. Мне вообще плевать, когда ты звонишь. Можешь полку позвонить? Кем она вам приходит? Скажите, кем ты приходит? Звонки на этот номер будут продолжаться далее. Конечно, будет чаще нахуй ходить. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Никольский Денин, прежданик с Банковой ТП. Короче, я с Кенгейсом Байерович. Он там. Я по поводу вашего в Требейского кредита звонил. Почему мне это? Платили просрочную задолженность. И что? Ну, а почему не оплатили? Я вас спрашиваю, почему? Не хотите платить? Не хочу. Заключайте договоры. Договоры вы заключили. Платить вам придется в любом случае. Вопрос в том, будете делать это добровольно? Или вы ждете взыскания через приставов? Как хотите. Вам как удобно. Да, нам-то, собственно, проще с вами договориться. На меня получше через приставов. Нет, то есть добровольно не хотите платить, так? А для чего брали-то на себя обязательства? Так мне тогда хотелось, вот взял обязательства, чтобы деньги были. Чтобы деньги были. То есть вы сейчас, позавляю с телефона разговора, утверждаете, что правильно себя обязательства с целью не отдавать. С целью разрабатываться, да. На бляде и кокаин. Понятно. Вы сейчас работаете? Сейчас отдыхаю. Ну, я, наверное, вообще не конкретно в данный момент. Я два через два работаю, что вы хотите. Вам проще отдавать до половины дохода, извиняюсь, что так? Так и да, учитывая, что он черный, да, мне проще так. Ну, если дохода не хватает, значит, могут приставы через реализацию имущества действовать. Ну, конечно, пусть приходят, двое-то уйдут, да, конечно. Что, конечно? Я глухим два раза, обедение не служу. Понятно. Ваши родственники знают вообще о ваших проблемах? Позвонит в Россию, я не знаю. Только у меня нет проблем, я не знаю, как ему сказать. Ну, если вы не считаете это проблемой, то... Я не считаю это проблемой, я совершенно прав. А супруга будет не против, если приставы не только в каждом моменте придут, начнут имущества действовать? Что-то в ваших проблемах. Супруга нахуй их пошлет, скажет, что квартира собственник моя, он здесь не проживает, у него ничего здесь нет. Идите в жопу отсюда нахуй приставы. Да не, по адресу фактического проживания... Это при условии, если она захочет им дверь открывать. Они имеют права... Если вы просто не захочет, просто дверь поцелуют, да и все... Да нет, приставы, поверьте, зайдут. А, зайдут все-таки, да? То есть дверь будут ломать, нарушать частные собственности. Я понял. Приставы, приставы по решению суда имеют права. Что они имеют права? Прийти поцеловать дверь, если им не открывают. Выписать штраф, 500 рублей уйти. Еще какие-то страшные пугалки будут или понтили? Добровольно, добровольно, добровольно вы отказываетесь. А с первого раза ты не понял, если это тупеньки, то есть, да? Не понимаешь с первого раза. А в каких еще организациях у вас имеется обязательство кредитное? Это тебе зачем, человеку с мобильного номера данная информация? Я тебе все банки и МФОшки до утра буду перечислять. Их там больше 500 штук. И тоже не платите. Ну, разумеется, нет. Понятно. У нас по одному договору 2480 рублей. Ты тормозухи какой-то деревны, да, я так понимаю? Ты больно медленно разговариваешь. По второму договору. По целями какие-то, по второму договору. По второму договору, да? 178 рублей, 47 копеек. Я вас предупредил впоследствии, кстати, что вам скажут? А, ну все тогда, с счастливого пути на мужской полу. Вот, я вас тебя предупредил. Будьте здоровы. По всем номерам, которые вас прожали, ну, пускай звонки из-за вас. Так давно пора, позвонил бы уже. Почему не позвонил-то еще без денег, несчастный? Ну-ка встал, поднял странную жопу и пошел звонить. Алло, слушаю, ты кто? Здравствуйте, алло. Алло, смелее. Алло, здравствуйте, компания Ватбанкира, делающая. Слушаю Ватбанкет, да, 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 здравствуйте. Анна Марина Александровна. Кто вам нужен? Елену Александровну как нужно услышать? Елену Александровну можно ушами услышать, но она не хочет с вами разговаривать. Да, почему же? Потому что нет такого желания, звонит какая-то мобильного номера, прости господи. Угу. Ну, мы перезвоним еще раз. Ну, перезвони еще раз, нахуй пойдешь. Здравствуйте, очень мне слышно? Тебя слышно, что-то. Юлия Александровна, здравствуйте. Привет, Федор Петрович Задрищенко. Здравствуй, меня так. Он корректно на диалог готовый. Так ты корректно говоришь Юлию Александровну, я говорю, Федор Петрович, здравствуй, Задрищенко. По данному номеру я надеюсь услышать Юлию Александровну. По данному номеру я надеюсь услышать Федора Петровича Задрищенко, а там ты почему-то отвечаешь. Почему ты отвечаешь за него по его номеру? Мы с вами на ты не переходили. Мы с тобой никуда не переходили, конечно, мы по телефону разговаривали. Ты не заметила, да? В таком случае подготовьтесь. В таком случае подготовь, конечно, да. Федор Петрович Незадрич. Здравствуйте. Слушаю. Пока честное слово. Пузанова Юлия Александровна. Это что, это вопрос или утверждение? Вы не слышите? Я слышу. Для чего этот вопрос? Я не знаю, как правильно ставите. Если вы не знаете, вы проведите, уточните, как правильно ставить и перезвоните. Потому что безобразие. А у кого мне уточнить? Для кого? Я бы с удовольствием Юлию Александровне. Но это зачем вам эта информация? Кроме нее, какая мне информация? Действительно, зачем мне такая информация? Прям не разница. Зачем она вам такая информация? Сами выясните, и чтобы дух вашего здесь не был. А для чего вы так там говорите? А для того, а для того, а для того, я говорю. Я не знаю, зачем ты позвонила. Зачем ты позвонила? Зачем-то позвонила. Ты не выяснил, она Пузанова или Пузанова, ну это безобразие. Как ты такая неподготовленная звонишь, безобразница какая-то. У кого? У кого? Что у кого? Слова из русского языка, скрываешь, смотришь, как это правило, постановка ударения в русский язык, русский язык, третий класс. Нет, это фамилия, это не работает, с фамилией это не работает. Откуда ты знаешь? Оттуда же. Оттуда же, а, то есть ты знаешь оттуда же, я понял, оттуда. Ну хорошо, оттуда, значит оттуда. Ладно, все, давайте беседим. Ты мне правила русского языка позвонила напомнить? Напомни, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Онлайн сервис Green Money, микрокредитная компания, стабильные финансы, Павел Владимирович, это вы? Это я. Меня зовут Гутова Полина Николаевна, уведомляю запись разговора. 27 дней просрочка, поэтому вступает звонок, 8591 рубля, всего лишь поглощение. А почему вы не оплачиваете? Не хочу. С чем связано? Ну и мне желание. А с чем оно связано-то? Вы изначально оформили с целью невозврата? Да, наверное, с целью разврата. Павел Владимирович, настроен нормально пообщаться? Все равно я вроде нормально с тобой общаюсь. Мы на это с вами не переходили? Мы с тобой по телефону разговариваем, мы никуда не можем перейти. Вежливо, не умеете общаться? Вежливо нет, не умею. А я вот с тобой вежливо. Я тебя не вежливо, если бы я тебя жопу верблюжей наживал или с ракой тяжелись. Я же не сказал. Не переходили по... Я с тобой по телефону разговариваю. Это тупенькая, да? Не понимаешь? Видите, следующая звонка. Все, нахуй пошла. Карталка ебучая, конечно. Будь здоровы. Вроде взрослая. Да, день добрый. Лидия Викторовна, могу услышать? Ну зачем она вам нужна? Вы кто? Вы кто? Почему вы телефон ее отвечаете? Мне так захотелось ответить по телефону ее. Вы прокуратурой? Она почему меня такая, как будто из прокуратуры, вы вопросы задаете? Скорсов Андрей Викторович, меня зовут, компания 37, увы, как в Кападоке. И что? А вы кто? А я кто? А вы кто? Что и кто? Что и что? Что и что? Вы сами спросили у меня, кто? Я по-моему, говорит, яичка. Вы не понимаете? Я не знаю. Уважение? Не знаете? Вы узнаете? У вас же имя же есть, правильно? У меня жизнь есть. Или вы его боитесь говорить? Боюсь, конечно. Да, боюсь, конечно. Ты такой страшный пи... А зачем трогочка? А трогочкой зачем берете? Мне так захотелось тебя забыло спросить. Ты сейчас позвонишь, я у тебя спрошу разрешения. Да, хорошо, будет все. Меня все время спрашиваются разрешения договора. Ну все, отлично, ты звонишь сначала, а потом говори, что можно или это отвечать или нет. Так нужно сначала позвонить, правильно? Ну вот ты позвонишь и скажешь, можно ли мне брать? Если скажешь, можно, то я возьму на второй звонок. Опять последовательность предложения путаете, да? Ты опять последовательность предложения путаешь, да? Я понимаю, ты тупой, но что теперь сделаешь? Как? Как? Что? сам глиток . по тому за Seb nivelle счете чего ввыкал ну чего-чего то чего-то но чего-то чего-чего-то кого-то чего-то я понимаю я понимаю то что вы по умчи решили нождов я жеале babybot и тишину тебя не получается вы просто будет повторить на хотя жалко за и надо будут стоять давай но это вопрос был о это вопрос был это ж интонацию acceptable ответили почему не могу и почему отвечаю я отвечаю я отвечаю я тебя ответил а вы не можете отвечать не можете я у тебя забыл спросить, задавать мне вопросы или нет? А тут спросить. Так я спрашиваю, задавать мне или нет? Не забывайте. Задавайте. Так я же тебе задал уже. Кверху каком? Давайте, давайте. Ты заквакал, у тебя дерьмовый интернет дома. И ну, вася интернет. При чем здесь интернет? Пинге, потому что, когда квакает интернет, у тебя голос пропадает с частями. Я 12 лет все-таки в интернет-провайдере проработал. А при чем здесь интернет? Ну, по своей тупой айпетинфонии в китайской гарнитуре, когда звонишь дерьмовым интернетом, пропадает часть слов, потому что пинги большие. Пинги? Это, конечно, отправки по факту. Вы 12 лет работали, и у вас то есть вы называете неполадкой системе IT-телефонии пингом? Серьезно? Ты посмотри, долбалет, какое-то такое. Вы проект хотите сказать, правильно? Вы проект хотите сказать? Да, проект хотите сказать, долбалет. Но вы же 12 лет работали, правильно? Ну, у тебя ты заикаться стал. Это значит, пинги большие. Я знаю, что у твоих двух извилинных нет такого слова, но ты вот меня поедешь. Ты серьезно? Вы сами верите? Вы сами верите в то, что говорите? Вы верите в это? Серьезно? Я это точно знаю, долбоеб, понимаешь? А что именно вы знаете? Вы же даже имя своего не можете сказать. Я что-то знаю. Да вы имя своего не знаете сейчас в данный момент? Я не знаю, конечно. Куда же ты? Ты-то зато все знаешь. Ну вот. Я, конечно, все знаю. Вы уже у меня можете спрашивать, но у меня до сих пор не спросили ничего. Не спрашиваю. Зачем-то мне неинтересно. Просто обзывайте, показывайте свое воспитание. Вас мам-то? Я, да. Это у меня мама твоя так воспитала. Да-да-да. Я у нее часы забыл на тумбочке. Верни, кстати. Так. Еще что? Больше ничего не забыл. Должен же кто-то посмеяться, правильно? Посмеетесь. Кто-то должен посмеяться, да, наверное. Да, наверное, должен. Смейте. Смейте. Посмейте. Ты меня отвлекаешь. Что, не смешно? Что, не смешно? Ты меня отвлекаешь. У тебя что-то срочное? Нет, это у вас времени столько много. Вы же можете говорить. Шесть минут. У вас жизнь такая интересная. Шесть минут. Вы на это время и тратите. Да, конечно. Но она бесценная у вас? Или все-таки ценность имеет? Не знаю. Тебе виднее. А что вы знаете? Вы говорите, вы отвечаете на вопросы? На какой вопрос вы хоть один ответили? Так а ты вопросов мне никаких не задаешь? Только что задал опять вопрос. Вы опять будете говорить? Вы будете опять сейчас в данный момент говорить то, что я заикаюсь, то, что пинг большой и так далее, правильно? И так далее. Это программа такая на дожде есть с Михаилом Фишманом. Я не смотрю телеканал «Дождь». Вы серьезно смотрите телеканал «Дождь»? Это уровень. Это уровень развития. Уровень развития, конечно, да. Леди Викторовне скажите, чтобы она в компании… Я не скажу, что это платная услуга, она 5 тысяч стоит. Она не говорила, что это платная услуга. Ну, это я говорю, что она платная услуга. Ну, вы как у нее бутылки, наверное, на ваш номер телефон подставляете. Я ее в Терресу, да, догадал совершенно. А это не ее рабочий телефон, правильно я предполагал? Я не знаю, это ее рабочий телефон или нет. Почему вы трубку соберете? Потому что мне так захотелось. Я же забыл у тебя разрешение спросить. Можно ли я? Ну, вы сейчас в данный момент захотите ответить на вопрос. Может, по трубу ходим, понимаешь, с тобой. Я понимаю, что это… Вам круги нравятся сейчас в данный момент. Вы по ним и ходите. Может, чем ценным сейчас в данный момент займитесь? Может, займитесь. Вы со мной разговариваете? У меня нет. А у тебя нет какой-то настырный какой-то? Нет. Нет, я понял. Это enormous. Последнее. Как раз. У тебя есть. Как? Продолжение следует...